Нафтогаз выиграл судебный спор у Газпрома. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской стороны о компенсации за недопоставленные России объемы газа для транзита. Суд постановил выплатить более 4,5 миллиардов долларов. Часть денег покроет долг перед Россией за оплату газа в 2014 году, а более 2,5 миллиардов Газпром обязан вернуть на счет нафтогаза. Впрочем, в компании о возврате средств говорят неохотно, не исключают, что фактически компенсации не будет. В свою очередь в Газпроме заявили, с решением стокгольмского арбитража не согласны и будут снова обращаться в суды. А уже сегодня российская компания отказалась поставлять газ в Украину. В Газпроме подчеркнули, соглашение на поставку газа в марте не было согласовано, поэтому контракт не подписан и украинской компании вернули ранее перечисленный аванс. Нафтогаз также хотел добиться изменений тарифа для транзита газа, но суд в этом отказал. Президент Петр Порошенко отметил, что решение стокгольмского арбитража положительно скажется на валютных резервах страны. Я еще раз хочу приветствовать с этим переконливой победой всех украинцев. Это для нас надзвичайно важливо. Сегодня это и укрепление золотовалютных резервов, и 100% позиция по верности нашей энергетической стратегии. Позже на заседании Совета нацбезопасности Порошенко заявил, что если Газпром не вернет долг, то нужно добиваться ареста его активов. Терминово собрать на Раду, и если Газпром не сплатит эти деньги, я так понимаю, что он начал это делать еще вчера, НАК должен добиться ареста активов Газпрому и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, которые в том числе задеяны на кшталт Певничного потока-2. Тем временем под санкции попал и сам главан автогаза Андрей Коболев. Фискальная служба оштрафовала его более чем на 8 миллиардов гривен, которые он должен заплатить в течение 15 дней. Об этом в соцсети написал сам Коболев, выложив фотографии и документов. Напомним, в фискальной службе ранее заявили об уклонении от уплаты налогов НАК «Нафтогаз Украины» за импортный газ, поставленный из России в 2015 году. В свою очередь, исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы Мирослав Продан, также в соцсети пообещал разобраться в ситуации и сказал Коболеву, что переживать не стоит. Цитирую, решение ГФС будет таким же справедливым, как решение стокгольмского арбитража. Других комментариев по поводу 8-миллиардного штрафа Коболева в службе пока не дают. Александр Васильченко, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер.